Добрый день, меня зовут Татьяна Матюшенко, я жена журналистского заложника Татанбаса, Матюшенко Валерия Николаевича, который находится в плену уже пятый год. В пятый год мой муж исключается из списков на обмен российской стороной. Мой муж был задержан 15 июля 2017 года. Он просто вышел из дома, он больше не вернулся. Как выяснилось позже, ему дели мешок на голову и везли неизвестные проблемы. Спустя некоторое время я узнала, что мой муж находится на изоляции. Валерия подержали на изоляции 10 месяцев. Все судебное дело, пока требовалось судебное дело, он находился там, даже после суда месяц, он также находился на изоляции. Его подвергали не исключение всем пыткам, о которых рассказывал Игорь Козловский. Мой муж прошел все эти пытки. Это и стакан, так называемый, где людей помещают в комнату, где нет ни воды, ни туалета, ничего. То есть люди находятся там, не зная, сколько времени они пробыли, задыхаются от гипоксии, потому что не хватает воздуха. То есть это ужасное состояние. Единственное, что мой муж как-то сказал моей маме, фраза была такая, что когда меня посадили в стакан, я думала, я оттуда не выйду. Он никогда не рассказывал о пытках, которые происходили с ним, о пытках я узнала от бывших пленных, что мой муж подвергался пыткам электрическим током, что у него сломаны ребра, что было такое состояние, что его будили от того, что он не дышал. То есть он вынужден был сидеть для того, чтобы просто не задохнулся. То есть если говорить о пытках, то мой муж, наверное, выжил благодаря молитвам своей семьи. Такие пытки проходят каждый, кто находится на изоляции. Моего мужа осудили на 10 лет. Сейчас он убывает наказание в Макеевской колонии номер 32. Он там находится с мая 2018 года. К сожалению, сторона ДНР не подтверждает его в списках на обмен. Постоянно дает ответ украинской стране, что мой муж в розыске. Хотя документы, подтверждающие факт нахождения, у меня на руках более чем. Это начинает задержание МГБ. Это приговор военного трибунала. Это не одна справка с колонии. Это, вы сейчас смотрели ролик, где также есть мой муж российского канала. Это перед обменом 2019 года, где была съемка российского канала и где четко засвеченный мой муж. Но на данный момент мой муж в розыске, он не подтвержден. И нет гарантии, что он выйдет, даже если состоится и этот обмен. Я хотела бы, конечно, как вы уже сказали, я, наверное, не буду повторяться. Я хотела бы поднять проблемы пленных, родственников и ребят, которые находятся там, в том числе и моего мужа. Сейчас мы столкнулись с такой проблемой, нет доступа Красного Креста. То есть Красный Крест не настаивает на допуске к пленным. Мы видим сплошную, скажем так, гуманитарную помощь льется рекой в Донецкую Народную Республику. Но, к сожалению, ложки сахара не попадают в наши родные. Мы неоднократно обращались в Красный Крест с просьбой передачи медикаментов. Сейчас в Макеевской колонии очень повально, практически все болеют и симптомы ковида. Нет никаких не антисептиков, то есть нет ни препаратов. Чтобы вы понимали, проверяют на ковид, дают нашим родным под язык таблетку с трепоцидом. То есть если они чувствуют горечь и что-то, значит это не ковид. То есть нет тестов. Мы видим, что гуманитарный груз и в том числе тесты огромными количествами попадают на оккупированную территорию. Препараты. Ничего из этого не попадает нашим близким. Я повторюсь, не капли сахара. Мы встречались неоднократно с представителями Красного Креста, но что мы слышим, постоянный вырод, к сожалению. Поэтому мы вынуждены обращаться и к СМИ, наверное, и ко всем присутствующим здесь, для того, чтобы поднимать эту тему и выносить ее на более высокий уровень, для того, чтобы заставить посетить наших родных и понять, в каком состоянии они находятся, и оказывать им ежемесячную помощь. Это могут быть гуманитарные наборы, продукты питания, антисептики, это средства гигиены. Сейчас очень стоит вопрос, отопительный вопрос, это уголь и дрова. То есть пленные на той территории просто выживают. Они живут в холоде, в голоде. Сейчас мы пытаемся через Красный Крест, либо своими путями, как-то организовать уголь и дрова в Махеевскую колонию. Нашим ребятам выдают на неделю, колонии выдаются один мешок угля. Чтобы понимали, для того, чтобы согреть и как-то выжить, у ребят уходит один мешок в день. Им выдают один мешок на неделю. То есть в морозы это невозможно выжить. Они находятся там в критическом состоянии. Они болеют, у них ослабленный организм, у них нет иммунитета. Они много лет после перенесенных пыток у каждого практически начались какие-то побочные уже действия. Я не знаю, как это сказать. Но наши родные перенесли некоторые инфаркты. У многих уже просматриваются симптомы, характерные для онкологии. Есть человек, который вообще упал, находится там, он просто на ходу, он не может передвигаться. Но его держат, его не отдают. Мы поднимали неоднократный вопрос. Это гуманитарное местие. Это освобождение людей по состоянию здоровья. К сожалению, российская сторона блокирует освобождение тяжело больных людей. Мы пытаемся вынести этот вопрос, эту тему на международный уровень. Но, к сожалению, мы уже пытаемся это сделать больше года. К сожалению, ничего не получается. Люди тяжело больные находятся там. Я не знаю, насколько хватит жизненного ресурса для того, чтобы им просто выжить. А мы дождались своих близких. Еще основная тема сейчас, которую я хотела бы поднять, это то, что происходит опять же в Макеевской колонии, так как мы уже находимся там. Это издевательство, тема бросания постоянно наших близких в карцер. За такие нарушения, как неправильная стрижка, неправильный одел носок, не так вышел, либо еще что-то. Наших родных бросают в карцер. Сейчас также еще наказанием карцер является то, что вымогают с наших родных деньги. Раз в месяц с барака, где находятся политические, они должны собрать определенную сумму. Я не буду называть эту сумму, но поверьте, для родного и для каждого человека, у кого он находится близкий не один год, мы уже остались голые боссы, будем говорить народным языком. Но если человек не сдаст, то сумму будет брошен в карцер на две недели. Это систематически. Также сейчас стоит вопрос людей, которые не платят. В течение двух недель наши родные будут переведены в барак, где нет ни окон, ни дверей. Находится одна буржуйка, на которой будут выдавать один мешок угля на неделю. И то эта буржуйка только на первом этаже. Опять же, если человек отказывается платить, он будет переведен на второй этаж, где вообще нет отопления. То есть он будет вынужден просто выживать. Нет ни водоснабжения, то есть там нет воды. То есть сами понимаете, в каких условиях находятся наши родные. И мы сейчас пытаемся об этом говорить, пытаемся подключить Красный Грест для того, чтобы он решил эту гуманитарную катастрофу. Но, к сожалению, у нас ничего не получается. Поэтому мы вынуждены были презентовать этот ролик и рассказать вам.